Приветствую вас, давайте разбираться. Мне 32 года, пишите вы в строительном бизнесе, я уже четвертый год. Скажите, пожалуйста, аноним, а для чего вы пришли, собственно говоря, в строительный бизнес? То есть, зачем вы, ну, в нем, в строительном бизнесе, вы пришли сюда, туда, чтобы, чтобы что делать? Вот, это первое. Второе, знаете, это, так, результата мне, в общем, доволен, но можно и лучше. Ну, всегда можно и лучше, это нормально. Если вам нравится то, что вы делаете, то, соответственно, это для вас просто перспектива для развития. Четыре месяца назад прошел тренинг по личностным росту, ваш коллега посоветовал мне вести дневник демотивацию. Скажите, пожалуйста, зачем вы проходили тренинг личностного роста? То есть, для чего он вам? Зачем он вам? Ради чего? Что вас не устраивало, что вы пошли на тренинг этот личностного роста? Особенно, если, если, если результат, результат, эээ, хороший. То есть, зачем? Дальше, значит, эээ, Иваныч коллега посоветовал мне вести дневник демотивации. Ну, хорошо, советовал вести дневник демотивации. А с какой, собственно говоря, целью? То есть, зачем вести дневник демотивации? Чтобы, чтобы что? Что вы, что вы хотели получить в итоге? Что он хотел получить в итоге? Дело в том, дело в том, что мы не знаем, у вас, эээ, судя по всему, да, есть какие-то проблемы. Вот, но, какие у вас проблемы, непонятно. Вы об этом не пишите. Вот. И, соответственно, то, что вы сейчас описываете, это уже, скорее, эээ, как средство, да, скорее, как следствие. Эээ, то, что вы, то, что, то, что вы описываете. Но никак не, эээ, причина. Вот. А первая причина, она, если есть, да, то она, в другом. Вопрос только в том, в чем причина. Дальше. Через 4 месяца введения дневника заметил тенденцию. Активные действия прекращают, когда сроки сдвигаются на поздние, или когда крайних сроков нет. Например, суд собственные проекты. А это означает, что вы, она, не действуете значительно только ради какой-то цели, и вы не делаете ради результата. То есть, да, там, то есть, вы не действуете ради результата. Вот, то есть, ради процесса, для себя. Вот. Ради процесса вы не действуете. Вы действуете только ради результата. Вот. И все. По сути. Вот это, такой результат. Вот. Что с этим делать? Ну, соответственно, если вам это не нравится, то вам нужно искать другой, более творческий интерес в, ну, например, в вашей работе. Вот. Возможно, возможно, вам можно сменить работу свою, в принципе. Вот. На нуне еще можно будет что-то посмотреть. Вот. То есть, ну, что-то еще поисследовать можно будет. Ну, на данный момент я совершенно точно могу сказать, что вы не действуете ради процесса. Действуете вы только ради результата. Вот. Это, как бы, не то, чтобы совсем плохо. Да? Вот. Ну, и не то, чтобы хорошо. Потому что, как видите, у вас есть демотивация. То есть, ориентированы вы только на результаты. Когда результата нет, то все, вам уже тяжело. Тяжело. У вас уже теряется мотивация. Вот. Тут и сроки тоже вот в дело вступают. Вот. Вот. В общем, нужно смотреть. Нужно смотреть. Нужно смотреть. И корректировать это. То есть, по сути, привносить в вашу профессиональную деятельность больше, наверное, именно, именно каких-то творческих, творческих элементов. Вот. Что, собственно, и является процессом личных новоросцев. То есть, чем больше духовности, да, у вас, тем более эффективен будет личный сервис. Вот. Потому что, пока что у вас, соответственно, духовности нет и личный сервис, поэтому невозможен. Ну, потому что вы все делаете только ради результата. Вот. Это такая достаточно приземленная мотивация, которая, ну, не так эффективна. Особенно, если речь идет о бизнесе, да, где ничто ненадежно, да, где вам может быть, в принципе, тяжело, где вам может быть, в принципе, нелегко, там, ну, грубо говоря, идти, идти, да, за какими-то тенденциями, за какими-то тенденциями. Проявлениями, за какими-то, заданиями и так далее. Вот. Поэтому, вот так вот мне ситуация, по крайней мере, видится, вот так вот мне она, такое она мне кажется и, соответственно, уже вы можете сами для себя решить, что и как вы будете делать дальше. То есть, ну, как вы будете взаимодействовать в дальнейшем со своей работой. Вот. Ну, еще повторю, очень важный момент, да, для чего вы, собственно, вообще пришли на личный сирот. Почему перестали? Вот. Вы же можете обратиться, в принципе, к нашему коллеге, вот, и спросить у него, что вам делать, к примеру, дальше. Вот. Все это можно сделать. То есть, есть некая такая, знаете, неопределенность у вас в вашем вопросе, что тут некая неопределенность того, чего вы хотите. Вот вы говорите, что у вас лучшие, ну, у вас есть результаты, да, но что они могут быть лучше. А, ну, кто определяет, кто определяет лучшие результаты? То есть, вот, кто может определить, что результат у вас там, к примеру, может быть лучше. Откуда вы это взяли, что результат у вас может быть лучше? Вы стремитесь к чему, опять же, к своей деятельности? Так. Вот. Короче, задача психолога мне видится в переориентировании вас с результата, который всегда будет невротичным, на процесс, который всегда будет нас поддерживать. И это, возможно, не строительный бизнес. Здесь уже вам нужно быть готовым к переменам. Но если вы найдете творческий элемент строительного бизнеса, то ради бог. Ну. А пока вы ориентируетесь только на результаты, я боюсь, что у вас будут проблемы, и проблемы достаточно серьезные. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будра помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.